добрый вечер друзья не добрый вечер не дорогие здесь по телеграм-каналам покатилась новость ну как все бы новость о том что будет бой бой между алиной загитовой и ольгой гусовой речь о бокс на ринге я не знаю почему эта информация статус новости я об этом слышал давно даже не поленился нашел видео где дмитрий губерниев с обоими беседую как раз именно на этот предмет то есть это видимо давно готова сможет быть определились даты 9 марта а может триггером выступил заявление родниной нашего депутата бывший фигурист и чемпион советской который сказал что бокс это спор какой это спорт сказала она ну не знаю вообще честно говоря я вспоминаю свои интервью с боксерами отмечал что у них всегда есть комплекс на эту тему что бокс это как бы что-то такое этакое совсем может быть красивая изящная конечно это не художественная гимнастика и фигурное катание но тем не менее вполне себе спорт очень даже как я считаю и в этом виде спорта замечается неравной боль почему но потому что скажем так ольга игоревна бузова она в матери годится загибкой я понимаю что сейчас 16 лет никто не рожает 16 с половиной лет разницы это как бы ничего особенного но не случай когда люди выходят на ринг а она действительно просто по биологическим аспектам могла бы быть матерью своей соперниц ну и в целом загиб все таки она чемпионка она приносила стране медали они оба обе трудяги это вот бесспорно они не умели и трудятся но неужели кто-то будет за бузову болеть вот я не в контексте этого хайпа который намечается да конечно ольга игоревна съездила на донбасс это в карму ей там 500 плюс но ведь песня совсем не о том это ведь понятно что чисто шоу-бизовская какая-то такая вещичка ну что надо запасаться попкорном посмотрим чем закончится 9 марта на нечем напомню еще раз я просто смотрю что у вас логотип это витязь центр боевых искусств витязь да самое что хорошо хорошая наверно в клубах залах тем что убирают детей с улиц помимо того что тренирует их не тело это ну во первых мужчина это защитник своей родины да это самое главное в принципе все служат в армии минуты самое главное учит их как общаться с людьми уважение к старшим это большого стоит на самом деле когда тренера есть тренера ребята которые работают и учат этому это я считаю очень классно и помимо того такие варианты даже были у нас по крайней мере и сейчас мы их возобновляем чтобы но приходили там уже дневник приходит приносишь тренеру те смотрят а почему-то плохо здесь почему так это много интересного хорошего на самом деле знаете есть некий стереотип что боксера это дурачки там или еще кто-то знаете я беседовал много встречался с родителями и говорил надо говорю в спорт детишек отдавать они говорят а куда отдавать мальчика я посоветовал давать единоборство борьбу бог кикбокс там я не знаю каратэ усу мужчина должен постоять не только за себя за свою маму за свою девушку ну и за свою родину а я буду прям при такой стереотип и большинство людей там говорит родителя зачем отдавать дураками стали нет вот и я не знаю это просто может быть ну вот я уже лучше ну я вот с вашим как оппонентом беседовал с кричко это мне просто он такой прям чек шоу-бизнеса ну то есть вот он ко всему вот относятся я я думаю далеко не дурачок с ней однозначно политиков кроме всего прочего как бы поэтому я за это и говорю что у них твоих людей когда я начинаю развивать его посмотреть что на улице когда пью наркотики что там происходит человеком конечно я считаю что спорт он развивает и физически и духовно не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале москва 24 так как спортсмены не очень разговорчивые ну лично по мне вам надо отвыкать уже ну да я естественно сейчас и учусь специально на чтобы разговаривать с людьми хорошо и сейчас у меня есть репетитор так по технике речи да да то есть купики пупик пики покупки вот это все да ну типа давай ставк стявк стовк стё или на лима на мили мы на лима лениво лениво ловили нами так далее да естественно и очень много скороговорок уже выучила а как у давайте вот вы я помолчу а вы блистаете прямой эфир вся страна давайте чтобы ну ведущие не стесняются вперед алина на мили мы лениво на лима ловили меняли на лима вы мне на линя а любви не меняли так мило молили в туман и лимана манили меня классно слушайте ну вот уже здорово ну это естественно есть очень много вашего эфира не хватит наверное на меня сколько я скороговорок выучила но естественно еще столкнулась с проблемой я говорить людям ну то есть я с другой стороны уже не juicy спортсмен да когда спортсмен упадет ему задавать вопросы по типу расстроились вы это занял спрашивание ну дать типа с другой стороны когда я была спортсменка не выдавали вопросы когда я там упала и меня это очень как бы раздражала когда мина спрашивает расстроилась ли это очевидное А что раздражает? Вот вы же вернетесь в спорт, я задаю этот вопрос раздражитель. Что меня раздражает? Ну, я вот задаю вам вопрос раздражитель. Вы вернетесь в спорт после своей блистательной телевизионной карьеры? Ну, посмотрим, увидим, посмотрим. Потому что сейчас коронавирус, и очень сложно сейчас. Отменяется очень много соревнований, очень много соревнований под вопросом, и это сложная ситуация для всего спорта. Конечно, я пытаюсь внести свой вкус не только на льду, но иногда мне говорят, что надо именно вот это одеть, все-таки это будет лучше. Ну, естественно, я соглашаюсь. Это более официальный стиль теперь? Ну, вот я сегодня одевалась сама. А, супер, я обратила... Ну, это роскошно все, все, что я вижу, роскошно. Спасибо. Ну, давайте все-таки я продолжу быть плохим полицейским. А вы с Медведевой когда виделись в последний раз? Скажите вопрос. Вы поддержку во мне даете? Хорошо, нет, есть запретные темы. Давайте так, вот о чем вас нельзя спрашивать. Эфир прямой, пожалуйста. Я у ваших ног, как и, собственно, все мужчины, вся страна. То есть, окей, допустим, это ваши соперницы. Ну, я предпочитаю разговаривать только, ну, как бы о себе, о людях, которые меня окружают, о семье, не знаю, о моей жизни. Ну, давайте вернемся к футболу. Как футбольной болельщице, вам какая школа футбола ближе? Вот это российская, то, что сейчас требует Черчесов, или все-таки знаменитая советская тренера Эфроса, которые выигрывали чемпионаты Европы, здорово выступали до полуфинала, чемпионата мира доходили? С броневым, с Волковым, с Далем. Вот какой футбол вам ближе? Вы уже, да, давайте, хватит щеголять знаниями. Я понимаю, что за 10 секунд нужно показать вашу образованность, вы знаете, эти фамилии, это круто. Я за Россию, и я за спортсменов, и я за футбол. И да, Дмитрий Губерниев. Вчера было, да, не очень. У нас есть два варианта. Вариант первый. Первый, обострать, как вы умеете делать, в комментариях. Я задал вам вопрос. Нет, вы, причем, это делаете... Нет, я задал вам вопрос, прослушайте, многие спорят. Многие спорят, если говорить про школу футбола, многие спорят. Быстров говорит, что, честно говоря, знаете, это за вас. Вот он мне говорит. С другой стороны, я ему отвечаю, нет, окей, это все хорошо. Хорошо, Маяковский болел за эту команду, но есть еще и любимых, понимаете, там сборная Таганцы. Тоже хорошо, ребята, играли. Да, классно. Вот вам что ближе, ответьте на вопрос. Вопрос, который касается футбола, если вы судья. Вопрос, который задает вопрос и не дает ответить. Я смотрел одну программу на заре вашей карьеры, там тоже все друг друга перебивают. Да, нет, нет, я никогда не перебиваю. Мы с вами, я вас хоть раз перебила. Меня нет. Дмитрий просто, он... Ты просто не давала ему сказать слово. Абсолютно, нет. В принципе, может уйти. Я отвечаю, я отвечаю, я отвечаю, я отвечаю на ваш вопрос. Просто какой футбол вам ближе? И все, все очень просто. Это знаете, все, что я сейчас у вас спрошу? Вы перестали пить коньяк по утрам или нет? Отвечайте, да или нет, Оля? Это же просто. Ответьте мне, да или нет. Вы перестали пить коньяк по утрам? А вы, Карлсон, спрашиваю, у Фрэкинбурга, вспомните, Астрид Лингрен в переводе лунгиной. Перестали вы пить коньяк по утрам? Да или нет? Не нужно уходить, здесь свет, здесь точечка, камеры сюда смотрят. Просто Оля уже пошла ближе к монитору. Протискалась экран. Как не стыдно. Оля, мы в Питере, Оль. Нет, просто... Друзья, к разговору с Быстрова вернешься через несколько секунд. Спасибо, Ольга. Нет, не перестали. Я знала, что-то это закончится. Да ну, что вы переживаете? Да нет, так нельзя. Человек, мужчина, оскорбляет меня. На протяжении стольких лет я пришла поддержать сборную России. Коньяк, вам показать мою фигуру? Вызевайтесь, я не пью, мне нельзя. Я сейчас лечусь, я принесла операцию сложнейшую. Да наверняка Дмитрий цитировал классику, Оль. Не переживайте. Не каждый просто из нас настолько подкован, как он в цитировании советских фильмов, газет и театральных произведений. Но коньяк по утрам это где-то в...